Здравствуйте, с вами я, Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где всё естественное сверхъестественно. Я попросил трёх знакомых мне пророков, дающих самые точные предсказания, рассказать о том, что произойдёт в 2020 году. То, что они расскажут, потрясёт большинство из вас. Сидрот провёл более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественно. Ханк, важно помнить, что мы живём в особые времена. Знаете, недавно я сделал большое пророчество на эту тему. Я знаю, что вы следите за новостями нашего служения. Это было в канун Нового года, всего несколько дней назад. В прошлом месяце мы много говорили об Иране и Северной Корее. И вот с БОС убили генерала, командующего иранской армией. И, конечно же, в СМИ стали во всё освещать это событие. Нашего президента стали называть «разжигателем войн». Здесь нужно быть очень осторожными. И вот почему сейчас я обращаюсь к сердцу Божьему. Я не очень-то прислушиваюсь к новостям. Я поступаю так специально, потому что, когда я слышу, как люди выступают против нашего президента и говорят про импичмент, я слышу, как Господь смеётся, потому что Он решил всё по-другому. Бог посылает нам новости через Своих людей. Он ничего не делает, не открыв Свои тайны рабам Своим. А наш враг использует радио и телевидение. Он князь силы эфира. И у него тоже должны быть свои пророки. Ему нужно, чтобы в местных, национальных и международных СМИ говорили то, что выгодно ему. Он хочет внушить нам, что импичмент — это хорошо, чтобы мы выступали против нашего президента, который на самом деле угоден Богу. Это Божий человек с миссией милосердия. Он пытается показать церкви, что Израиль — это наш друг. Это друг церкви. Павел молился о том, чтобы дверь Благой Вести всегда оставалась открытой. Трамп — это ваш друг христиане. Вы считаете его аморальным? Не спешите с выводами. Ведь и Моисея пытались свергнуть, но его избрал Бог. Он был Божьим человеком, который должен был спасти и освободить свой народ. Тоже верно и сейчас. Вот чего хочет наш враг. Хочет, чтобы люди поверили в эти слухи. Я хочу поделиться с вами откровением, которое мне явил Бог в Новом году. Мы не должны бояться Ирана. Никто не разжигает войны. У нас есть четыре рога, как и в книге Захарии. Эти роги пытаются возвыситься. Если мы не будем молиться, и у нас не будет подходящего президента, которым лично я считаю Трампа, мы столкнемся с четырьмя рогами. Это прежде всего Иран, как я уже и говорил. Это Среднеазиатский регион. Это Северная Корея и Китай. Они возвысятся и станут нашими врагами. Но Бог помазал нашего президента лишить их власти. Наш враг пытается развязать войну, которая перельется в Третью мировую войну. Но вот что говорит нам Бог. Благодаря этому президенту будет нанесено возмездие людям в других странах, которые считают, что могут напугать нас и навредить нам. Они будут говорить, что Он лишь разжигает войну и жаждет ее. Бог же говорит, не дайте себя обмануть, потому что я собираюсь показать вам силу и мощь того, что я собираюсь сделать. Ведь я хочу сделать Соединенные Штаты еще более великой страной, чтобы ваши враги снова начали бояться уже одного имени Соединенных Штатов. Не опасайтесь возмездия. А еще у вас было видение о том, что начнется в 20-м году и продлится целое десятилетие, даже немного дольше. Расскажите об этом. Да, 12 февраля 19-го года Бог послал мне видение, касающееся последующих 12 лет. Он сказал мне, Хэнк, я не могу показать тебе больше, потому что твой дух этого просто не выдержит. Он сказал, что это произойдет, потому что ему нужно навести порядок на Земле на случай, если он решит там остаться. И вот что я увидел тогда. Во-первых, он сказал, что произойдет два заметных знамения, чтобы видеть миру великие пробуждения. Он сказал, что будет много протестов, а также возникнут перебои в подаче электроэнергии. Эти места, где будут надолго отключать электричество, будут очень важны, ибо те, кто сидит во тьме, увидят великий свет. Кстати, о свете. Бог рассказал мне, что вскоре будет сделано изобретение, связанное со светом, и оно будет сделано в области медицины. Так что, врачи, приготовьтесь, оно поможет детям, особенно тем, у кого рак. Произойдет несколько крупных прорывов в области медицины, и произойдут они в Израиле. Господь покажет нам, как все на самом деле просто. Неудивительно, что дьявол пытается уничтожить эту страну. Да, это так, ведь Израиль — это место, куда Господь принес свой бальзам. Он принес его в Галат. Целительный бальзам снова начнет изливаться на Израиль. Вскоре произойдут крупные медицинские открытия, которым не помешают всяческие доводы бюрократов. Еще я увидел, что Господь пошлет Земле покой. Недавно я смотрел одну дискуссию метеорологов. В ней они рассказывали, что напрогнозировали много всяких ураганов. Но почему-то их не случилось. Они просто не понимали, что происходит. Но Бог в моем видении сказал мне, все потому, что я послал Земле покой. Затем я спросил его, «Боже, а как же все зло, которое происходит вокруг? Зачем оно вообще?» И Господь ответил мне, «Послушай, когда-то я возвысил Иосифа, который был предан своему правителю-фараону, не знал Господа и не почитал его. И все же я послал Земле покой благодаря Иосифу». Вот что ждет Соединенные Штаты и всю Землю. Мы увидим покой. Бог сказал, что в каждом десятилетии этого века будет происходить что-то существенное. Да, такое бывает в каждом десятилетии. Это может быть музыка, движение хиппи или что-то в этом роде. Это десятилетие, как сказал мне Бог, будет предназначено для детей. Будут совершены важные прорывы в области лечения детских и многих других болезней, мучающих нас сейчас. Это касается и некоторых видов рака. Скоро Альцгеймер и диабет станут болезнями прошлого. Бог прольет дождем излечения и на праведных, и на неправедных. Но для этого нам потребуется трое выборов. И тогда Бог сможет воплотить свои планы в жизнь и послать нам вознаграждение. Я прошу вас, запомните это слово. Я запомнил вознаграждение. Да, но наши трубы должны начать звучать громче, чтобы разоблачить коррупцию. Вскоре мы увидим серьезную коррупцию. Китай попытается помочь Северной Корее, но у них в стране будет много собственных проблем в экономике и с протестами, которые там возникнут. Малая Азия станет большой Азией, произойдут большие перемены, церковь под землей выйдет на поверхность, когда рухнет бамбуковая завеса. Завеса, которая была над Ближним Востоком. На Ближнем Востоке появятся крупные движения. И в Соединенных Штатах тоже, особенно среди детей. Но на Ближнем Востоке особенно, а именно там, где стоят пирамиды. И когда это произойдет в Египте, президент не будет устранять эти протесты. Это будут даже не протесты, а просто люди соберутся там, где стоят пирамиды. Они соберутся там, чтобы сказать «Иешуа!» Вот что будет еще. В мире появится много всякой музыки. Мы начнем по-новому молиться Богу и восхвалять Его. Освободится много кресел Верховного Суда США. Они будут освобождаться буквально одно за другим. Это начнет происходить совсем скоро. Пока что Бог не нажал на рычаг. Будет одно серьезное разоблачение. Оно произойдет на очень высоком уровне. И это коснется даже Верховного Суда. Именно поэтому там освободится много мест. Я видел номера грядущих решений. Это 8163 и 722. Они просто шокируют людей, потому что теперь у нас будут судьи-праведники. А вот что я вам скажу. Мне нравятся счастливые концовки. Мой следующий гость увидел, что в этом году многих министров и политиков поразят наказание, болезни и даже смерти. Мы вернемся к вам буквально через минуту. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. А сейчас к нам в студию пришел еще один мой друг. Нашего гостя зовут Трейси Кук. И должен вам сказать, я просто в восторге от дара, которым он обладает. Итак, Трейси, да? Я полагал, что в прошлом году будет очень сильное излияние Божьей славы. Оно было, но не в той степени, какой я ожидал. А вы не знаете, почему же так странно произошло? Да? Послушайте, Сид. Вот что я увидел, когда ко мне обратился Господь. Он сказал мне, что есть много посланий о славе Божьем Каводе. Но когда к нам действительно явится Божья слава, она изменит саму нашу природу. Она изменит ее не только изнутри, но и снаружи. Я спросил его, Господи, почему же тогда к нам не приходит великая слава? И Господь ответил мне, Самсон — это прообраз церкви 21 века. У Самсона было семь кос. Завет Назарянина заключался в том, что ни одну из этих кос нельзя было обрезать. Верно. То есть сила была не в волосах. Она была в обете. И Бог сказал мне, что обеты славы были нарушены. Мы живем во дни, когда церковь не хочет раскаяться. Церковь не желает покаяться. И это отражается на Соединенных Штатах Америки. Из-за этого Соединенные Штаты стали спать в постелях наших врагов. И теперь наши враги восстают против Соединенных Штатов. Вот почему мы должны молиться за Трампа. А еще Бог показал мне, что каждая из этих кос относится к государственной структуре. Церкви и именно пророки должны заново заплести эти косы в церкви. Ведь в стены церкви проник и вплелся дух извращения. А в чем именно заключаются эти извращения? Вот, например, некоторые из них. Когда мы говорили о духе извращения, это в том числе и дух жадности. Бог благословляет вас и в материальном плане. Это так, но это не должно быть вашим мотивом для пробуждения. Бог это поменяет. Еще Господь показал мне дух аборта. Пока мы спорим о богословии, дети умирают. А ведь они могли бы стать пророками, президентами или хотя бы водителями такси. Но мы продолжаем спорить о нашей глупой философии, о нашем богословии, вместо того, чтобы спросить Бога, «Боже, как нашей стране и народу стать ближе к Тебе и вернуть Америку обратно к сердцу Бога?» Я верю, что наш президент сможет разрешить все проблемы, вне зависимости от того, что мы думаем обо всех его методах. Бог показал мне, что это связано с некоторыми искос, о которых я вам говорил. Он разрешит все проблемы? Он разрешит все проблемы нашей страны. Он был избран Богом? Да, избран Богом. Это действительно так. Вы можете верить как угодно, ведь вера может быть разной. С вами могут происходить разные вещи, но Бог со всем справится. Одной искос был дух извращения, проникший в дом Давида. Бог сказал, что в последние дни он восстановит скинию Давида, то есть род Давидов, то есть дом Давидов погряз в извращении. Сейчас у нас больше продажных пророков, чем когда-либо еще. Это настоящий подъем продажных пророков. Теперь все считают себя таковыми. Да, людям нравится называть себя пророками. Нравится, но у них нет никакого основания для этого. На деле мы не можем разобраться даже со своим собственным домом. Нам нравится осуждать Белый дом, но мы не можем разобраться со своим домом. Суд начинается и исходит из моего дома, как сказал Господь. Допустим, вы хотите осуждать нашего президента и бросать в него камни, и пусть у вас хорошие мотивы для этого, но прежде чем начать осуждать Белый дом, вам для начала стоит взглянуть на свой... на свой собственный дом. Вот о чем я хочу вам сказать. А что вы увидели касательно следующих выборов? В моем сне Трампа переизбрали. Но я увидел там и Хиллари. Она готовила различные заговоры, пытаясь заставить демократов выступить против Трампа. Мне кажется, что сейчас в Конгрессе сформировалась настоящая оппозиция. Да, так оно и есть. Но оппозиция — это признак прорыва. Всякий раз, когда возникает оппозиция, значит, скоро произойдет прорыв. Я узнал это благодаря моей прошлой победе. В результате меня повысили. Поэтому я считаю, что так произойдет и с нашим президентом. Именно так и сделает Бог. Но я хочу кое о чем вас предупредить. Все будет не так просто. Произойдет и много сложностей. Но в моем сне он все-таки победил на будущих выборах. А видели вы что-нибудь о Нью-Йорке? О Нью-Йорке? Я увидел, что Бог собирается сотрясти Нью-Йорк из-за демократической партии, коррупции и даже из-за младенцев. Я предсказал это в этом году, когда был в Нью-Йорке. Предсказал, что демократы начнут умирать по три человека за раз. Умрет не просто кто-то один, а три человека за раз. Бог потрясет демократическую партию, и в Нью-Йорке произойдет пробуждение веры. Ведь в некоторых церквях там не осуждают гомосексуализм, но это одна из кос. В некоторых церквях там проповедуют гомосексуалисты, они возглавляют церкви и восхваляют Бога. Но я предсказал тогда в Нью-Йорке, что и эти церкви осудят, и это произойдет в 20-м году. А как насчет тех, кто смотрит нас сейчас? Только что они услышали ваши слова о суде, который начнется с Дома Божьего. Можете ли вы дать нам хоть какую-то надежду? 20-й станет годом, в который Бог ускорит исполнение предсказаний. Он ускорит исполнение ваших снов и видений. Вы начнете свой бизнес, и он будет процветать и расширяться. Он пошлет вам пророков точных, как снайперы, а также апостолов. Он выведет вас из Ладыварской депрессии. Он сделает так, что вы не будете в проигрыше. Он приведет вас к победе. Господь говорит мне сейчас, что в последующие 30 дней произойдут большие потрясения. Но вы не должны смущаться или бояться, потому что ангелы будут за вас, и вы увидите верный путь. Мы увидим, как Бог начнет прокладывать пути там, где, казалось бы, не могло быть пути. Я призываю вас ухватиться за рога жертвенников. Обратитесь к Слову Божьему. Придерживайтесь того пророчества, которое явил вам Бог, ведь в 20-м году он собирается ускорить исполнение всех снов. А у моего следующего гостя был сон, в котором ему послали тревожное предупреждение для президента Трампа. Надеюсь, он смотрит нас сейчас. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божьей любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Ибо Он есть наш мир, соделавший из иудеев и язычников одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, дабы создать в себе самом создать в себе самом дабы создать в себе самом одного нового человека. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Это сверхъестественно. И снова здравствуйте. Мой третий гость сегодня это Джеремайя Джонсон. Что же вы увидели, Джеремайя? Знаете, Сид, в начале прошлого года мне приснился сон, в котором я попал в Белый дом. Когда я вошел туда, я понял, что у меня там назначена встреча с Дональдом Трампом. Я вошел в его кабинет и увидел, что он там и смотрится в зеркало. Но знаете, кто был в его отражении? Оттуда на него смотрел Авраам Линкольн. Когда я это увидел, Дональд Трамп подошел к своему столу и сел за него, и тогда я сказал, Дональд, я здесь, чтобы рассказать вам о тех столпах, с которыми вы столкнетесь в Америке и которые нужно уничтожить. За его спиной было большое окно, и я отодвинул занавеску. На лужайке перед Белым домом стояли три высоких столпа, метров по 12 каждый. Первым был столб расизма. Бог сказал, это древнее зло в Америке, которое нужно искоренить. Следующим столбом был радикальный феминизм. Он выглядел, как женщина с рогами на голове. Третьим столбом был бог Молох. Это было пролитие невинной крови. И Господь сказал мне, что все эти три столпа связаны между собой. У них есть связь и с абортами. Федерация планирования семьи не просто так размещает свои офисы в афроамериканских и соседних с ними районах, там, где у людей очень много детей. Я считаю, что поддержка этой организации это поддержка расизма. И вот еще что. Я считаю, что это великое зло. Я напомню, первое зло — это расизм. Все мы знаем истории о коренных индейцах и о неграх. Второе зло — это феминизм. И третье — это пролитие невинной крови. Кстати, я не в курсе, знаете ли вы историю этой организации? Она была основана женщиной по фамилии Сенгер, которая не хотела, чтобы афроамериканцев было очень много на земле. Да, это так. Большинство людей этого не знают. Она организовала так называемый «черный проект», который Бог призвал меня разоблачить. И вот мне приснился этот сон про три столпа, а потом Сид меня пригласили на божественный диалог о Дональде Трампе и тайне Авраама Линкольна. Когда я изучал жизнь Авраама Линкольна и отцов-основателей, мне кажется, что сам Бог открыл мне, что Он привел Авраама Линкольна к власти в очень уникальное время. Он был человеком с небезупречной репутацией, но Бог его руками написал прокламацию об освобождении рабов. Я верю, что Бог привел к власти Дональда Трампа, чтобы тот издал свою прокламацию об освобождении касательно миллионов детей, чья жизнь была прервана из-за абортов. Мы должны бороться с этим нещадно. И вот в чем суть. Но у кого же помазание на это? Господь поведал мне, что будущее Америки находится в руках бэйби-бумеров. И вот что я скажу вам, дорогой Сид. А люди какого возраста относятся к бэйби-бумерам? Если вы родились в период с 46 по 64 год, то я говорю вам, что Бог явил мне, что это поколение, появившееся на свет в период демографического взрыва, было помазано Господом нести истинное сердце. Господь сказал мне, что сидеющие и седые волосы будут определять будущее Америки. Бог привел Трампа к власти, чтобы тот издал свою прокламацию, об освобождении. Я верю, что бэйби-бумеры помогут Трампу. У них есть стандарт нравственности, в отличие от молодых людей. Они понимают историю нашей страны. Они в курсе. Сам я, будучи миллениалом, Сид, нахожусь здесь как сын. В чем же заключается план Бога для Америки? К чему лежит его сердце в нашей стране? Я верю, что Божье сердце желает, чтобы мы процветали, чтобы даровать нам мир. Я верю, что у нас должны появиться какие-то единые стандарты. У нас должен быть стандарт праведности, чтобы люди могли отличать зло от добра и добро от зла. У меня был сон, где Дональд Трамп участвовал в забеге, похожем на бостонский марафон, и упал совсем рядом с финишем. Жители Бостона, они же либералы. Они глядели на это и дико кричали. И тут я увидел, как две пожилые женщины, одна с ростю, а другая на ходунках, пробились сквозь толпу и каким-то сверхъестественным образом помогли Дональду встать и добраться до финиша. Бог сказал мне, что эти женщины олицетворяют собой будущее Америки. Они — это представительницы молящейся церкви, а еще они — бэйби-бумеры. Судьба этих выборов не предрешена. Мы должны заставить бумеров встать и молиться. Пусть прозвучит сверхъестественная молитва. И я верю, что Америку ожидает светлое будущее. Но для этого мы должны вернуться к молитве. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Я уже два года смотрю вашу программу на Ютьюбе и должен сказать, что вы помогли мне приблизиться к Богу. Я и не ожидал быть так близко к Нему. Спасибо вам. Последние 19 лет меня мучили боли в правом бедре. Я практически не могла двигать правой ногой от боли. Из-за этого у меня были проблемы со сном, с поездками на машину. В конце одной из программ Сид помолился о том, чтобы у кого-то из зрителей исцелилось бедро. И я подумала, это же обо мне. Я попрыгала, чтобы проверить, прекратилась ли моя боль. И ее не было. Теперь я могу махать ногой, как в 20 лет. Я рада. И это так здорово. Слава Господу. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, меня зовут Дона Ригни. Смотрите следующий выпуск программы «Это сверхъестественно», где я расскажу вам о своих встречах с Иисусом и откровениях, которые произошли со мной на небесах и в аду и изменили всю мою жизнь. АСН — онлайн-сеть «Это сверхъестественно». Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. АСН — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Только что я снова посмотрела вашу программу, и я благодарю Бога за вашу программу. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь. Загрузите приложение АСН сегодня. Молитва — это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться, и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым, и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидерота.